Девушки отдыхают Ролики смотреть некогда Поэтому всех вас, товарищи, с новым годом Ну, что ж так, пора подождать С пустым стаканом нельзя Но у нас здесь все Для товарищей 0+, да У нас никаких алкогольных напитков На канале, поэтому Отметим скромненько Яблочным соком Полный бокальчик Полный бокальчик Итак, товарищи, с наступающим Отличный сок Знаете, сегодня у нас будет Не только, собственно, Поздравление, но и будет Обзорчик Чуть попозже Кратко, если сказать о том, чего Удалось добиться за этот год В части Ютуба Очень существенно Выросло количество наших подписчиков Уже больше Пяти тысяч, по-моему, даже Где-то Сейчас точно скажу Пять тысяч двести подписчиков Почти Очень круто, ребята Спасибо вам Спасибо, что вы с нами остаетесь Смотрите нас Будем развиваться дальше На следующий год Большущие планы Надеюсь, что мы в четверо Больше вырастим Количество подписчиков Будет больше видосов Крутых обзоров на канале Про часы И так далее И сейчас, буквально через Несколько секунд У нас будет новогодний обзор Ну что же Пришло время Для распаковочки Как вы видите Коробочка от часов Восток Все тот же Старый, добрый, черный Ой, ну не буду Все-таки новогодний выпуск Говорить На что он похож Итак Старый, добрый Убираем сразу коробочку Часики Подставочка И давайте Значит Механизм здесь 24-16Б А Циферблат И собственно Название модели Это 150-346 Кстати, часы сделаны Буквально Вот Недавно Свежак Ну и Забегая Вперед Я думаю Что все вы уже видели Эту Бумажечку Но скажу Да, что Все по-прежнему Точность хода У нас от минус 20 до плюс 60 секунд В сутки Сами понимаете Это адское Конечно Адский показатель Для нормальных часов Это нереально Но с другой стороны С другой стороны Если вот Вспомнить про японские часы Те же Сейка Ориен Там если недорогие модели У них тоже В паспорте Всегда Разброс Характеристики Разброс Точности Очень такой Плавающий И там тоже прилично Там тоже прилично Поэтому Ну Я не считаю Что это Так уж ужасно Для Востока К тому же По правде говоря Все таки Механические часы Это не такая уж И большая точность Если вам нужно Что-то более надежное Нужно пользоваться Кварцем И к механике Предъявлять Какие-то Существенные Требования Я думаю Это глупо К тому же К механике За 50 долларов У меня Где-то 3 по-моему Года назад Были уже На обзоре Часики Восток Тоже с таким Корпусом Подушечка Давайте сейчас Снимем Пленочку С корпуса Вот Показали они Себя Прекрасно За исключением Традиционных Проблем Востока Это Слабый люм Паршивый Браслет И Плавающая Головка При которой Мне на тех часах Было очень трудно Было очень трудно Мне их Подзаводить Потому что Я никак не мог Это положение Правильно найти В этих часах Сейчас посмотрим Как дела обстоят Но в принципе Это характерная Особенность Востока Сделали специально В этом механизме Еще в 60-х По-моему Годах Чтобы При ударе Она Не Сломалась Там Не погнулась А именно Вот такие Такое решение Советские инженеры Придумали То же самое Кстати касается Корпуса Где водозащита 200 метров Или 20 атмосфер Там Сделана Вот эта вот Задняя крышка Она при давлении Если я все правильно Вот помню Да Она при давлении На глубине Она начинает Сжиматься Как бы там Как-то А механизм Остается целым Вот эти старые решения Они делают Из востока Собственно Как говорят На западе Icon Watch Или Часы Кона Или Даже не знаю Как сказать Ну знаменитые Часы Своего времени Можно как-то так Наверное Назвать А действительно Часы востока Они такие есть Они такими остаются И Из тех часов Которые вы можете Купить на рынке За такие деньги Вы больше не купите Ни одних Icon Watch Да и собственно Из нормальных Других часов Более-менее Качественных За 50 долларов Вы В данном углу Ничего действительно Не купите Итак Давайте Сейчас Возьму Инструмент Для Измерений И посмотрим На размеры Амфибии Так Давайте Смотреть 42 Миллиметра У нас Даже Наверное Да 41 Диаметр По От ушка К ушку У нас 40 Так 46 Такой Современный Размерчик Довольно-таки Приличный Ну и 22 Ремешок Что меня несказанно Радует Хороший размер Такой Что легко Подобрать Что-то к нему Ну и ребята Сразу давайте Расскажу Что мне привлекло В этих часах Почему я именно Их купил Здесь Просто Потрясный Безель Смотрите Опа Это Steelin Ло Такой же Как у Омега Спидмастер У старых Который Сейчас называется Reduced Ну это Просто Шикарно Ребята На Амфибии Сделать Такой Безель Блин Это Классно Я его Как увидел На фотках В интернете Просто Сразу Решил Что Это Надо Взять Надо Посмотреть Это Надо Попробовать Кстати Высота 15 Миллиметров Реально Это Ох Это Классно Правда Вот Если Так Говорить Здесь Безель Получается Полированный И Сам Корпус Полированный И Немножечко Может быть Вот так На мой Взгляд Великоват Получается Корпус Безель Относительно Самого Цифра Но С другой С другой Сторон Дело Такое Что К нему Можно Привыкнуть Но Безель Классный Стекло Выпуклое Акриловое Которое Конечно Царапается На раз Два Но С другой Сторон На раз Два И Полируется Даже Можно Зубной Пастой Отполировать А Заменить Оно Где-то Около 100 Рублей Стоит Обработка Корпуса Просто Прекрасная Все Отлично Между Так Сказать Браслетом И Корпусом Ну Здесь Ну Ладно Собственно Что Мы Хотим За Часов Я Взял Где-то За 3 3 100 По Моему 50 Баксов Это Реально Очень Дешево Для Часов Механических С Хорошим Корпусом Ну И Достаточно Хороший Механизм Садняя Крышка Стандартная Все Как И Прежде Браслет Все Тот Ж Жуткий Браслет Сейчас Вот Он В Стиле В Стиле По Могу Это Стиль Называется Министерский Но Могу Ошибаться Вот Этот Вот Линки На Нем Загнутые Ну Да Браслеты Это Славое Место Востоков Нужно Сразу Менять И Чтобы Часы Вас Срадовали Задняя Крышка Стандартная В общем Классика Как Она Есть На Руке Это Все Дело Выглядит Примерно Вот Так Слушайте Ну Смотрится Довольно Круто На Мой Взгляд Что Касается Цифра То Здесь Люминофор Люминофор Для Востока Нанесен Достаточно Сносно Хотя Местами Точки Кривоваты Вот Где По Моему Где Три Где Девять Она Чуть Продолговатая Ну Может Это Искажение Стекла Не знаю Сам Цифер Очень Красивый Мне Нравится Такой Глубокий Синий Цвет С Этими Волнами Такими Ну Очень Классно Такие Такие Солидные Ретро Дайверы Хотя Как Для Дайверов Наверное Уже Использовать Не очень Правильно Все Таки С Таким Люмом И С Таким Безелем Который Мотается Во все Стороны Это Будет Делать Глупо Но Просто Как Спорт Часы Поплавать С Ними Проблем Не будет Я С Предыщей Моей Фибии Плавал Все А вот Кстати С современными Востоками У меня Всегда Были Проблемы Современные Востоки У меня Сломались Двое Часов Практически Сразу Одна Из них Была Модель Блэкси Вторая Честно Греж Не помню Ну Как вы Понимаете С таким Браслетом Часы Носить Наверное Не Камильфу Поэтому У меня Есть Два Решения Первое Решение Это Ремешок НАТО Тоже 20 Миллиметров Он правда Черный К синему Цифербрату Не подходит Ну Что делать Другого Пока Нет Сейчас Попробуем Этот Ремешок И Второй Вариант Это Межбраслет От Балтикус Который У меня Есть Вот Это Я думаю Будет Просто Отлично Смотреться Межбраслет Он Тоже Такой А Хотя Нет Он Немножко Матовый Ну Кстати Может Будет Оттенять Блестящий Корпус Так Сейчас Попробуем Все Заменим И Потом Продолжим Ну В общем На наторской Ремешке Смотрится Это Все Вот Так У меня Запястье 18 Сантиметров Кстати Ничего Так Синий С черным Я думал Будет Не очень А на самом Деле Получилось По моему Прикольно Ну И Осталось Надеть Попробовать Межбраслет Кстати Люм Здесь На удивление Неплох Конечно Не шикарный Но Вполне Так Нормально Светится По крайней мере По сравнению С моей Предыдущей Амфибии А это Ребяточки Большой Плюс Итак Я Укоротил Свой Межбраслет От Балтикус Кстати Весьма Такой Неплохой Браслет И вот Так Вот Празднично Нарядно И кстати Значительно Более Дорого Выглядит На них Эта новая Амфибия С блестящим Бизелем Такой Прям Уже Лакшери Очень Ну Не лакшери Конечно Но Неплохо Смотрится Пишите Что вам Больше Понравилось Оригинал Браслет Натэшский Ремешок Или вот Этот Межбраслет Я вообще Не очень Люблю Межбраслеты Но В данном Случа Кажется Что это Выглядит Весьма Круто И Еще Я вам Не показывал Как работает Здесь Заводная Головка Давайте Собственно И посмотрим Так Сейчас Попробую Поймать Ага Вот это Завод Поймал Почти сразу Правда Поворачивает Ну В общем Понимаете Да Что немножко Геморройно Но они С Автоподзаводом Поэтому Можно И так Подводить Стрелочки Нормально Работают Так И Дату Еще А Ну да Конечно Здесь же Дата у нас Переводится Вот таким Вот Бесконечным Прокрутом Часов Быстрого Никакого Здесь Смены Нет И это Вы тоже Учитывайте Что Придется Вам Стараться И долго Долго Подводить Ваши Часики Сейчас Я вот Попробую Перемотать Все таки На 31 Декабря Чтобы уж Были Такие Новогодние Новогодние Даты Начинаем И здесь Оказывается Есть у нас Ускоренный Перевод Даты Нужно Перевести Часовую Стрелку На 12 Затем Отмотать Отмотать В обратную Сторону До 8 И После этого Обратно До 12 И у нас Дата Переводится Ну Это уже Все таки Удобнее Чем Крутить По 2 Цикла Стретьчасовую Стрелку Ура 31 число 12 Ну Практически У нас Новый год В общем Вот такие Часики От Востока Я На самом деле Очень Рад Этим Часам На мой Взгляд Все таки Я не знаю Может быть Конечно Дело в том Что у них Качество И плавает Но Эти часы Немножечко Более Качественные Но С точки Зрения Завода Под заводом Механизма Чем Моя Предыщая Амфибия Здесь Шикарный Просто Безель Отлично Полированный Корпус Такой же Как у меня Раньше Был Тоже Отличный Но По прежнему По прежнему Здесь Плохенький Браслет И Собственно Опять же Возникает Вопрос Почему Б Не Почему Б Все таки Не ставить Чуть более Дорогие Браслеты Тем более Этот браслет От Балтикус Ну Собственно Тоже Он не Такой уж На самом деле Дорогой Но Это вопрос Больше К производителю Да Мы Потребитель Можем Всегда Все это Дело Заменить На свое Смотрение Ну И Подводя Итоги По Этим Часам Скажу Что Да Как Часы Шестидесятых Как Такой Фан Фактор Это Все Прикольно Коробочка Да Это Старенькая Браслетик Плохенький Но Пусть Пусть Будут Дороже Но Более Качественный Люм Был бы Здесь Ну И Самое Главное Наверное Это То Что Безель В обе Стороны Крутится Как Доверские Часы Это Конечно Неправильно Но Если Эти Часы Рассматривать Именно Как Просто Спортивный Вариант Таких Винтажных Стареньких Часов Которые Еще С Таким Налетом Легендарности Я думаю Что Это Просто Прекрасный Вариант Для Покупки В целом Все Таки Эти Классические Амфибии Достаточно Надежны С точки Зрения Механизма Ну И Ремонтопригодны И Стоят В общем Невероятно Дешево Они Многие Такого Же Качества Вы Не Найдете Ну Да Есть Парнис Который Стоит От 100 Долларов Там Где-то За 100 Может 50 Вы Найдете С Водозащитой Парнис Но Здесь Водозащита У нас В базе И В общем Прекрасные Часы За свои Деньги И Много От Них Не Ждите И Когда Вы Критикуете Амфибию Все Таки Нужно И В России И За Рубежом И Ни У кого Нет Сомнений В том Что Это Отличный Вариант Классических Часов Но Наверное Не Самый Отличный Вариант Дайверских Современных Часов Ну Пора Наверное Уже Завершать Обзор Спасибо Что Посмотрели Подписывайтесь Ставьте Лайки Еще Раз Вас Всех С Наступающим Новым Годом Увидимся В 2017 Будет Много Новых Видео Уже В пути Идут Дайверские Парнисы Придут Секи Какие Не скажу Будет Несколько Вариантов Ну И так Далее Будем Смотреть И часы И гаджеты В общем Все Будет С вами Был Дэн Всем Пока